Свой выбор сделал и губернатор Кубани. На избирательный участок в Денском районе он пришел вместе с супругой. А в Сочи 43 избирательных участка открылись ровно в 8 утра. Это первые предварительные внутрипартийные выборы, или, как их еще называют, праймерис, такого масштаба и по такой смешанной системе. Кандидаты заявлены не только по спискам партий, но и по одномандатным округам. В этом году от Краснодарского края на депутатские кресла от партии «Единая Россия» претендуют 53 человека, среди них 6 сочинцев. Действительно достойных сочинцев в списке достаточно. И я, конечно, естественно, что за этих достойных и проголосовал. И хочу сказать, что они на самом деле всей своей жизнью доказали то, что они действительно будут отстаивать интересы сочинцев. «Единая Россия» – единственная политическая партия, которая решила проводить такую процедуру отбора кандидатов. Прежде чем попасть на выборы, каждый должен был завоевать доверие избирателей. Провести ряд встреч с ними, поучаствовать в дебатах с конкурентами. Люди хотят видеть человека, который будет их представлять. Да, он может быть представителем партии, может быть самовыдвиженцем, но он должен в личном качестве отвечать перед избирателями, решать их жизненные проблемы, переживать их беды и радости. Проголосовать смог каждый желающий старше 18 лет, но только на стационарном счетном участке. Таких активных горожан в Сочи оказалось немало. Нам не все равно, кто будет издавать решения, вносить поправки и кто будет нашу жизнь корректировать. Я считаю, нельзя быть безразличным к таким церемониям. И все-таки право своего голоса надо отдать нужному кандидату. По мнению экспертов, праймерис – это инструмент зрелой демократии, обеспечивающий возможность баллотироваться в российский парламент представителям всех социальных слоев. По результатам голосования будут определены кандидаты, которые примут участие в выборах депутатов Госдумы от партии «Единая Россия». Они намечены на 18 сентября. Итоги же праймерис станут известны 25 мая. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».